Жители Швеции начали массово вживлять себе подкожные микрочипы, которые можно использовать для оплаты покупок в качестве пропуска или проездного. Теперь одним таким устройством можно будет заменить множество пластиковых проездных, кредитных карт и пропусков, на которые у многих уже не хватает места в портмоне. За последнее время микрочипы имплантировали более 4000 шведов. Он теперь всегда со мной, и это действительно здорово. Я его не потеряю. Я всегда могу попасть на свое рабочее место, даже если я забыла свой пластиковый пропуск. Чипы размером по описаниям самих разработчиков с зубец небольшой вилки обычно вживляются под кожу чуть выше большого пальца с помощью специального шприца. А дальше руку, так же, как и обычную пластиковую карточку, прикладывают к считывающему устройству. Все можно взломать, но этот чип взломать сложнее, потому что мы сделали его очень маленьким и разместили за реальной физической стеной. Кроме того, мы ограничили ассортимент. Крупнейшая железнодорожная компания Швеции уже разрешает пассажирам использовать чипы вместо билетов. Ожидается, что вскоре с их помощью люди будут рассчитываться в магазинах и ресторанах. Несмотря на большие плюсы, у чипирования хватает и критиков. По их словам, это создает опасность для тайны личных данных, которые могут попасть в чужие руки. Кроме того, микросхема может занести инфекцию в организм.